Частичная мобилизация коснулась не только тех, кто сейчас проходит боевое слаживание и отправляется на передовую. Жизнь, как известно, продолжается. В тылу у мобилизованных осталось немало нерешенных вопросов. В первую очередь, семья остается без кормильца, который получал и приносил в семью основной доход. Кроме того, до отправки в места постоянной дислокации, до участия в боевых действиях, мобилизованные в основной массе будут получать относительно небольшие выплаты. По признанию некоторых родственников мобилизованных, два-три раза меньше заработка их мужа или сына в мирное время. Учитывая это, правительство Татарстана установило единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, чьи папа или мама были призваны на военную службу по мобилизации. Соответствующее постановление на этой неделе подписал премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. С этого понедельника стали действовать льготы для семей мобилизованных. Напомним, в Казани, к примеру, это бесплатное двухразовое питание для детей призванных. Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность по специальной карте Батыр посещать культурные мероприятия, спортивные объекты. С 1 ноября семьи мобилизованных в Казани будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в детских садах. Опыт столицы Татарстана постепенно перенимают и другие районы республики. На прошедшем субботу традиционном еженедельном совещании президент Татарстана Рустам Мениханов попросил передать слова особой благодарности бизнесменам, руководителям крупнейших предприятий республики. В частности, генеральному директору КАМАЗа Сергею Кагогину, Татнефти Наилю Маганову, руководителям ТАИФа и другим за помощь и поддержку, в том числе семей мобилизованных. Также Рустам Мениханов попросил всех присутствующих не связываться с различными непонятными структурами, которые под видом помощи нашим военным занимаются обманом наших граждан. К сожалению, уже появились мошенники, которые пытаются нажиться на этом благородном деле, подчеркнул президент. Вся помощь должна идти через наши проверенные структуры – Республиканское отделение ДОСААФ и Республиканский фонд ЕРДМ-ЕНЕШЕ – помощь рядом. Эта работа должна быть прозрачной, понятной, нужно очень внимательно, без формализма относиться к проблемам людей, оказывать им максимально возможную поддержку, попросил Рустам Мениханов. Наш корреспондент Зуфар Давлешин продолжит тему. Жена мобилизованного, мать двоих детей, 11,4 лет, торговый представитель. Муж тоже работал не в государственной организации. Уже практически были готовы переехать из двухкомн и хрущевки. Мы уже присмотрели дом, нам уже одобрили ипотеку. Все. Я говорю, благо мы не взяли. Вот если бы мы сейчас взяли ипотеку, как бы я ее поплачу? Муж в числе мобилизованных оказался 26 сентября. Ему 36. Ветеран боевых действий. По словам Алины, повестку на руки не получал. Зарегистрирован в сельской местности, там представитель местной власти на всех и получил. Потом позвонил и сообщил о времени явки в районный военкомат. Для семьи он был надежным тылом. Теперь Алина этот тыл обеспечивает и себе, и мужу, и детям. У нас имеется кредит. Банк предоставил кредит на каникулы на 9 месяцев. Но количество платежей увеличилось. 75 тысяч. Это я еще должна буду доплатить, переплатить. При этом зарплата осталась одна. Обещанных выплат на день съемки еще не было. Кроме привычных, прибавились расходы и на мужа. Навещает его несколько раз в неделю. Выплаты будут, знаешь, 10 по 20 число. Я говорю, в каком размере? В размере 25-30 тысяч. Я говорю, а ничего, что в принципе муж у меня зарабатывал в 4 раза больше. Я только еще купила тактический рюкзак, балаклаву, тактические перчатки. Только на это у меня ушло 15 тысяч. То есть если туда, я говорю, еще посчитать сейчас медикаменты, которые я не купила, это еще, ну, тысяч пять точно будет. Несмотря на то, что муж был зарегистрирован и мобилизован в сельской местности, а жили всей семьей в Казани, льготы, предусмотренные столичными властями, все же получили. Мы, конечно, все это решаем в индивидуальном порядке, потому что все дети наши, и республиканские, и казанские, стараемся. Но официально это по постановлениям еще не закреплено. Напомним, в Казани дети мобилизованных с 10 октября обеспечиваются двухразовым питанием в школах. Для этого нужно написать заявление в школе. С 1 ноября дошкольники освобождаются от платы за детские сады. О том, что папа ребенка мобилизован, тоже нужно уведомить руководство учреждения. Для получения бесплатного проезда в общественном транспорте и получения карты Батыр для посещения спортивных и культурных заведений нужно обратиться в районные администрации по месту регистрации. Да, заявительный характер, потому что все равно военкомат, например, списки не дает нам. Мы это вот через заявление уже узнаем. А так в военкомат не надо ходить, потому что понятно, что там сейчас и так очереди. В Казани около 40 муниципальных и государственных учреждений откликнулись на призыв поддержать семей мобилизованных. Одним из первых оказался цирк. Здесь на каждое представление резервируют 200 бесплатных мест для владельцев карт Батыр. Человек приходит в кассу, предъявляет карточку, выдается билет. В цирке заранее выделены квота мест для этой категории. Места из среднеценовой категории распределены по всему залу. Про компенсацию их стоимости речи не идет. Мы сейчас не про заработки, мы сейчас про оказание вот именно вот нашей культурного содействия. То есть если мы можем быть полезны в данном случае, мы должны быть полезны, мы обязаны быть полезны. Это наша гражданская позиция. Если возникает желание прийти сюда, а также в театры на концертной площадке, рекомендуют уведомлять за пять дней, чтобы учреждение успело оставить свободными места. А в музее-зоопарке можно приходить без предупреждения. Карту можно получить в районных администрациях города Казани. Она действует от нуля до 18 лет. Каждый ребенок мобилизованного гражданина получает карту. Если у него трое детей, значит будет три карты и три взрослых сопровождающих. По той же карте предусмотрено посещение спортивных залов, бассейнов. Что нужно будет для, скажем так, посещения? Это вот непосредственно эта пластиковая карта, медицинская справочка, что нет противопоказаний для занятий в тренажерном зале, и спортивная форма, и, конечно же, желание хорошего настроения. Остальное мы все здесь обеспечим. Более глобальные и сложные проблемы решаются на федеральном уровне, например, через депутатов Госдумы. В каждом случае подход индивидуальный. У нас ребенок-инвалид, лежачий ДЦП. А, мы же мобилизовали. Я хочу вернуть его. Можно нет ребенком-инвалидом. Я делаю то, что я не справлюсь с ним. От такой ситуации освобождения от мобилизации, как мне кажется, ее не существует. А что касается, вы правильно говорите, что будет очень сложно справиться или вообще не справишься, то здесь, наверное, только по линии соцзащиты могут быть оказаны какие-то вещи, связанные с сопровождением, с оказанием помощи на дому. Встречаются жалобы на то, что у мобилизованного были болезни, но на это не обратили внимания. В таких случаях еще можно вернуть человека домой. Но тоже каждый случай индивидуален. Что же касается вопроса нашей героини, Алины, по кредитным каникулам, то федеральный парламентарий отвечает однозначно. В период, когда человек мобилизован, в этот период суть кредитных каникул заключается в том, что человек ничего не платит, ни тело, ни проценты. И никаких штрафов, никаких увеличений процентов, соответственно, не происходит. Практически по всем возникающим вопросам рекомендуют звонить по телефону горячей линии в Казани. 558-74-18. Здесь и психологическую поддержку окажут, и с информацией помогут. Чаще всего обращаются с вопросами льгот, что полагают семьи мобилизованных, а также как перечислять деньги, которые полагаются мобилизованным в качестве зарплаты семьям, потому что они остались без кормильца. Люди звонят с надеждой, люди звонят в потерянном состоянии. Психологическая помощь, конечно, нужна. И если что-то где-то отказывают, это тоже к нам. Мы уже с своей стороны узнаем, где там на каком этапе произошла заминка, и дальше уже... То есть мы доводим человека до конечного его этапа получения этой самой помощи. Зуфар Давлечен, Андрей Ключников, Роман Безменов. Семь дней.